В первой части нашего интервью с Евгением Корневым мы говорили о главных претензиях общественности к проекту газификации Краевой столицы. Инициативная группа, в которой состоит Корнев, направила обращение в правительство Забайкальского края, администрацию Читы и в Генеральную прокуратуру. Посмотреть предыдущую часть вы можете, перейдя по ссылке в описании. Здесь мы кратко расскажем основные тезисы из первой части. Первое. Никто не видел технического задания на проведение газификации. Второе. В открытом доступе невозможно найти результаты проектно-изыскательных работ с утвержденными сметами затрат на реализацию проекта. И третье. В городе нет профессионального надзора за исполнением проекта. В данном случае можно эти наши обращения разделить на две части. Все те, которые мы сделали раньше, вот, ну, примерно, я описал их суть, да, и этим обращением. Это обращение уже конкретное требование. Если раньше это были вопросы, то теперь это требование. Требование от граждан. Мне даже не хочется, чтобы какие-то эпитеты квалификационные приводили признаки, там, еще что-то нас, да, как людей, которые программы реализовывали, еще что-то делали. А мы просто граждане. Вот граждане с паспортом, живущие здесь, обладающие правом на эти природные ресурсы, на технические, на бюджетные средства. Граждане, которые хотели бы знать, что происходит, и хотели бы осуществлять хоть какой-нибудь контроль за этими действиями. Участники инициативной группы предлагали создать постоянную действующую команду для контроля над работами. Она якобы есть, вот только никто из авторов обращений в нее не попал. Кроме того, сомневаться в прозрачности проекта приходится даже при виде договора на установку оборудования, которые будущие потребители заключают с подрядчиком. Им же устанавливаются котлы и делается разводка в домах. Копия договора находится в распоряжении нашей редакции. Исходя из пункта 6.1.1, заявитель может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии возмещения исполнителю всех затрат, понесенных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения договора, а также уплаты стоимости услуг и работ в части пропорциональной объему оказанных услуг и выполненных работ. При этом в договоре не указана ни стоимость, ни расчет работ. Иными словами, неизвестно, сколько придется заплатить исполнителю, если люди передумают переходить на газ. Видимо, это будет вот такой сюрприз. Это совершенно недопустимая диспозиция, которая заложена в гражданское правоотношение, которые должны быть равным образом выстроены в своих полномочиях правовых с двух сторон всегда. И в данном случае впрямую нарушаются права граждан. Но более важным вопрос другой. А покажите мне хотя бы кого-нибудь, кто этим был возмущен. Особенно из тех, кто считает себя гражданином, полноценно считает себя гражданином, понимает, что бюджетные средства, которые расходуются на эту внутрянку, это не их бюджетные средства, это бюджетные средства, которые, собственно говоря, гражданам принадлежат, им самим. И почему они до сих пор не зададут этот вопрос никому? Еще сверх не спросят, слушайте, а почему нет? У меня сегодня право расторгнуть в одностороннем порядке с вами договор, если вы мне вот эту трубу, собственно говоря, подцарапанную, прям перед домом кладете, я же все вижу. И в этом случае никаких затрат уже возмещаться не должно. В обращении указано несколько требований. Опубликовать для обсуждения и экспертной оценки техзадания на проектирование и материалы разработанной проектно-сметной документации. Назначить компетентную, разностороннюю и независимо от органов государственной власти Забайкалья проверку хода реализации проекта. И рассмотреть возможность достижения целей проекта через государственные и муниципальные программы с назначением Государственного технического надзора. Безусловно, может быть, даже не сразу, а впоследствии, но это однозначно, потому что это действительно просто нарушение СНИП и последствия, опять же, гильвеции. Опубликовать в целях анализа экспертного обсуждения техническое задание на проектирование, а также материалы этого ПСД. Дайте, пожалуйста, конкретику. Вот этот вопрос, вот больше пока ничего делать не нужно. Это, знаете, как у Геты. А если то, что говорится дельно, играть словами разве не бесцельно?